В Сергеевске открыт второй сбор посылки российским военным, участвующим в спецоперации в Украине. Акцию ранее инициировал женсовет, присоединившись к сотням неравнодушных людей по всей стране. 29 марта груз был успешно отправлен и уже передан солдатам, подарив им домашнее тепло там, на боевом посту. А саму акцию теперь решено повторить. Наша армия ни в чем не нуждается. И все, что мы принимаем, является поддержкой для наших с вами земляков. Груз формируется в окружном доме от пиццеров. Выезд осуществляется один раз в неделю. Отправляется все это на границу. Там уже распределяется между командирами. К участию в втором сборе приглашаются все желающие. Посылка собирается в Сергеевске на Ленина, 14. Кстати, на днях туда приезжали и ученики Серноводской школы, которые лично захотели передать солдатам свои послания. Ведь больше, чем гостинцы, военнослужащие на посту и в госпитале, как признались они сами, ждут именно писем. Выпускники наши Сидорова и Светлана Федоровна, Родионов Илья и Огарков Сергей сейчас как раз там. И вот мы их ждем. Писали письма им тоже. Переживаем за них, чтобы они вернулись живыми. Классный руководитель пришла и сказала, знаете, мои дети тоже там служат. Здравствуй, дорогой солдат. Я хочу тебе сказать спасибо за твою храбрость и отвагу, за твою любовь к родине. Я верю, что ты победишь врага и спасешь мирных жителей Донбасса. Ты сильный, благородный, добрый и милосердный русский солдат. Желаю тебе сил и удачи в боях. Я горжусь тобой. Возвращайся с победой. Дорогой солдат, желаю тебе здоровья, счастья. Спасибо за то, что защищаешь нас. Надеюсь, вы одержите эту победу и объясните всему миру, что мы не враги, а друзья. Надеюсь, ты вернешься с этой битвы. Целая пачка писем, напечатанных на тематически оформленных листах, разрисованных детской рукой, была аккуратно сложена и подготовлена к отправке в область. Ну а жители дополняют эту почту вкусными гостинцами из дома.